Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и ребята-разработчики выложили нам довольно интересную штуку, рулетку. Я бы сказал так, это новый экстрим от Wargaming, который кто-то захочет заценить, а кто-то нет. Но не торопитесь нажимать на рулетку до тех пор, пока не разберемся с вами, что она собой конкретно представляет. Итак, давайте перейдем сразу в новости и в новостях посмотрим, что к чему. В новости написано по поводу того, что есть какой-то товарищ змей, который нам там типа призы предлагает. И в течение, ребят, 14 дней можно будет играть в эту рулеточку. Что касается условий, открываем условия и смотрим, что каждый выпавший вам приз исчезает из этой рулетки. Соответственно, остается их все меньше и меньше. Изначально их 11, один раз нажали, у вас становится их 10, потом 9, 8. Итак, на уменьшение до тех пор, пока вам не выпадет танк. Как я понимаю, на этом ребята явно будут останавливаться. Что касается самих призов, сейчас перейдем, посмотрим отдельно. Что касается стоимости. Первый шаг 30, следующий 75, потом 350, потом 750, потом 1000. Короче говоря, ребят, для того, чтобы прям вот все полностью забрать, необходимо 18705, как пишут разработчики. И, ребят, это не значит, что вам реально там именно с 11 выпадет танчик. Вполне вероятно, что выпадет даже и на первом. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Короче говоря, ребят, как я себе это представляю, это такое себе новое доилово игроков на голду. Потому что, откровенно говоря, 18700 отдать для того, чтобы добраться до машины, это дорого. Это восьмой левел и он не стоит 18700. Понятное дело, что если вы остановитесь где-нибудь вот здесь вот на середине пути, да, то есть в первых шести шагах вы реально себе машинку выбьете, окей, хорошо. Вопросов нет, прикольно. А вот что касается дальше, уже получается подороже. У меня на счету всего лишь 2684. И ради дальнего видоса я солью эту голду на то, чтобы попробовать эту рулетку. Ну а от вас надеюсь на подпись на канал, потому что, честно говоря, без ваших подписок к каналу нормально не существовать. Ну и, соответственно, мне бы очень сильно хотелось, чтобы вы меня поддержали, отблагодарили за потраченную голду своей подписочкой, но и поддержкой моего начинания. Итак, переходим конкретно к рулетке. Рулетка собой представляет возможность получить, начиная от 300, ой, простите, от 30 серебра тысяч до целых, ребят, полтора ляма. Я не знаю, хорошо это или плохо, в зависимости от того, насколько вы готовы тратить свою голду на серебряндию. Что касается бустеров, вообще, честно говоря, ну прям совсем-совсем было бы в край расстроиться. Но нет, ребят, есть еще хуже вариант. Вы можете получить себе вот такую великолепную утюг за неизвестное количество золота. Я, честно говоря, даже за 30 золота не готов брать себе аватар. Он мне просто не нужен. Что касается камуфляжа, тоже, честно говоря, особого впечатления не производит. Особенно, зачем мне этот камуфляж, если, допустим, сама машина мне не выпадет. Что касается обвеса, хранитель неба, ну, типа, прикольно, но, опять-таки, я не любитель всего этого. И я считаю, что лучше голду тратить на что-то конкретное, на что-то точно нормальное. Ну, то есть, в прямом смысле слова, на танк, вот, допустим, взял и купил. А покупать себе, допустим, там, серебро, которое можно нафармить, бустеры, которые выпадают из контейнеров, 2000 свободки. Это вообще ни о чем, потому что только за 3 просмотра рекламы с телефона я получу полторушку каждый день. Поэтому, как бы, вообще ценности здесь не вижу как таковой. Было бы здесь 20 тысяч, окей, хорошо, еще бы повелся. Ну, что касается самого танчика, да, безусловно, за какую-нибудь нормальную цену в голде, заполучить себе премиумную восьмерку, одну из новых, почему бы, как говорится, и нет. Ну, что, давайте попробуем, давайте попробуем пооткрывать и посмотрим, что с этого получится и насколько эта рулетка честная. Покупаем. Первая мне выпадает, ну, давай, мне выпадает, да ладно, ну, быстрее давай уже, хорош издеваться. 30 тысяч серебра. Я не удивлен, скорее всего, рулетка будет рассчитана таким образом, что будет выпадать, вот, знаете, от самого никчемного дальше на повышение, для того, чтобы ты все больше и больше верил, что, ну, вот сейчас, сейчас машина все-таки выпадет. Открываем еще один раз, играем в рулетку, смотрим, что нам выпадает. Нам выпадает 2000 свободки. Ну, в принципе, слава богу, что хотя бы не утя, потому что я думал, честно говоря, что с сути все и начнется. 350 голды. За 350 голды я сейчас себе покупаю, ребят, покупаю за 350 голды. Великолепно, 20 бустеров свободного опыта. Спасибо вам большое, за 750 голды я себе покупаю. Так, смотрим, за 750 голды я беру себе, вау, за 750 голды я получил себе утю. Просто обалденная покупка, мама моя дорогая. Я уж думал, честно говоря, что утю я все-таки не заберу. Ладно, сарказм, сарказм, у меня остается возможность открыть за косарь голды себе, что, вау, миллион, миллион серебрянди. Вот так вот, ребят, получается. Следующее открытие полторушкам золота. И, честно говоря, за полторуху золота я не готов. Ну, вот просто не готов. По одной простой причине, потому что, во-первых, на этом аккаунте голды у меня не осталось. Сейчас, во-вторых, давайте посчитаем полторы тысячи золота. В принципе, можно какой-никакой, а какой-нибудь коллекционщик маленький, там, пятого уровня себе прикупить. Согласны? Согласны. Либо дамазать и купить нормальную машину. Вот из того, что здесь осталось, кроме танка, ребят, за полторушку здесь просто взять нечего. Ну, просто ни за что из этого я не готов отдавать полторы тысячи золота. А танк, я больше чем уверен, что не выпадет. Вот такая вот правда про рулетку. Стоит ли в нее играть? Пишите в комментариях, что выпало вам, если вы играли. Ну, и вообще, видите ли в этом смысл. Обязательно подписывайтесь на канал. Я буду вам очень благодарен, если вы отблагодарите меня за слитую голду своей подпиской. И обязательно, обязательно, ребят, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok